Сразу три юбилея трубопрокатчики отметили по-спортивному, а самые смелые работники Северского трубного завода и их коллеги с предприятий ТМК решили показать свои навыки и сразиться, так сказать, профессионально. Что же происходит? Узнаете на второй странице. Они держали руку на пульсе здоровья заводчан десятки лет и стали для них семейными докторами. Ветераны Лоца отметили День медицинского работника. Подробнее на странице 3. Как стать общественником и помогать городу решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства? Узнаете на 4 странице. Вывоз накопленного на полигоне мусора, мойка контейнеров, строительные отходы и другие вопросы обсудили городские депутаты. Подробности на странице 5. Все должно не просто работать, а работать лучше и лучше. Ко дню рационализатора расскажем о работниках Северского трубного завода, которые совершенствуют производство на шестой полосе. Шайтан Арба. Я не ругаюсь, уважаемые читатели. Вы наверняка помните эту крылатую фразу из словаря Остапа Бендера, где шайтан – это черт, а Арба – это телега. А если соединить их вместе, то получится среднеазиатская железная дорога. Многие цитаты великих авторов ушли в народ, а как связана классика и производство мы рассказываем на 7 странице. Финал получился валидольным. Самые яркие моменты прошедшего в Полевском корпоративного турнира ТМК и группы Синара по баскетболу найдете на 8 и 9 полосах. Несмотря на всю толстокожесть, она не могла оставаться равнодушной к судьбе сирот. О Надежде Щербини рассказываем на 10 полосе. В Богдановиче строят новый дом для полевских свиней. Журналисты лично побывали на строительстве и узнали, как дождать новоселье. Подробности на 19 странице. Мать оплакивала сына, отец верил, что он вернется, а невеста молилась. О судьбах фронтовиков читайте на 20 странице. Как производят самые лучшие в мире трубы, как плавили металл наши предки и сколько весит самая большая в мире малахитовая шкатулка. Полевчан приглашают в промышленный тур. Как стать участником? Читайте на странице 21. А мне в этот номер повезло готовить материал про настоящего музыканта и про настоящего дизайнера. Анна Валькова рассказала, как своими руками можно изготовить настоящую дизайнерскую куклу. А Елена Бусыгина познакомила с удивительным инструментом – укулеле, на котором очень быстро может научиться играть каждый желающий. И да, я уже учусь. Если вам нужна квартира или, может, георгины, а может, вы ищете работу, открывайте страницы с объявлениями. А также в Рабочей Правде вы найдете много увлекательных проектов и конкурсов для взрослых и детей. Читайте Рабочую Правду и будьте здоровы!